здравствуйте дорогие мои друзья сегодня я хотел бы мельком рассказать почему я не люблю компанию red hat особенно продукт fedor и я нашел свой в старой блокноте где были кое-какие заметки в принципе я хочу это сложить в такое небольшое видео надеюсь что то получится это чисто от себя тена не стоит бомбить очень сильно тут не будет какой-то технической стороны я не буду рассказывать не оболочках не об каких-то там программах это просто взгляд на ситуацию когда говорят о какой-то свободе а при этом могут запрещать использование свободной продукции в каких-то странах если вы думаете что дело только в одном крыме нет это не так я считаю что запрещать свободное программное обеспечение вообще нельзя все люди одинаковые и они имеют право использовать спу так за что я не люблю fedora linux за то что перечеркиваются все многолетние ценности свободы и открытости в то время как многие коммерческие проекты развиваются не глядя на политическую или экономическую ситуацию во многих странах мира компания red hat находясь под полным контролем режима сша не оглядываясь на другую точку зрения забывая что политика и люди в части ситуации не всегда едины смеет запрещать по сути свободное программное обеспечение в ряде стран с режимами в которых альтернативные взгляды и религия а трагедия заключается в том что среди разработчиков данного дистрибутива создатель первой версии ядра linux линус торвальдс у линуса давно проявляется мания величия и он забывает благодаря кому он получил инструменты для разработки своего ядра и какая лицензия защищала первой версии ядра дело в том что если бы не лицензия гпл ядро давно бы уже украли а гибрид на основе данного ядра был бы уже под лицензией юла благо не все дистрибутивы забывают вклад в гну и использует правильное название гну linux если вы не знали о том что linux и открытый софт пишет люди со всего мира как вам будет узнать о том что правительство государства где находится штаб-квартира redhat запрещает распространять программное обеспечение которые пишет весь мир а не конкретно только сша компания redhat создала fedora как тестовый полигон пользователи используют нестабильные продукты а точнее программы и графические оболочки образуют сообщества которое своими силами стабилизирует продукт компании остается только добавить уже исправленные по коммерческую версию и получать неплохую я вам так смогу сказать прибыль вас наверное мучает вопрос что же может заставить тысячи людей пойти на лишение и мучения с вечной альфой ответ прост эта идеология поклонение операционной системе как божеству вера в борьбу с большим братом и светлое будущее такие люди выпадают из реальности редко следят за собой их не волнует проблему реального общества мысли о том зачем нужен компьютер притупляются это не машина для работы для развлечения это портал для общения с вожделенным все человеческое отодвигается на второй план главное божество про которое нужно агрессивно доносить рассказывать в каждом соседнем форуме или чате или социальной сети есть только одна точка зрения другой точки зрения не будет все кто не согласны они не живут они существуют компания red hat зарабатывает миллионы долларов а что заработал ты исправляя баги и глюки я знаю ничего ты не заработал я знаю что с тобой приятель происходит наступило легкое психическое расстройство ненависть к людям паранойя без нее никак большой брат следит хочет лишить тебе права выбора наступает мания преследования далее ты ненавидишь общество как результат наступает мания величия ну и на закуску синдром на его освободителя тебе больно об этом слушать ты уже хочешь написать гневный комментарий но это не стёп и не троллинг меняй себя во благо себе не создавая себе пустых кумиров они не упростят твою жизнь если ты не сделаешь свою жизнь лучше этого никто не сделает данные мысли они не только про fedora linux просто fedora linux контролируется коммерческой компанией который имеет миллионы долларов выручки поэтому у меня это так возмутило если говорить о сектантстве вот об этой болезни то вы знаете она довольно распространена и на других дистрибутивах есть такие дистрибутивы где все гораздо хуже но так как там нет коммерческой поддержки там гораздо меньше зараженных людей поэтому возможно к ним вернусь гораздо позже на этом все всем спасибо за внимание всем пока